День на Думске Разрешительная система Через этот вот получил Можете рассказать, это же закон Конечно, написал заявление И получил Вы как кто получил Сейчас узнаем На самом деле Когда было, помните, в 2014 году Мне сожгли машину Потом Мне, в общем, я тогда Сказали, не вопрос, давайте пиши заявление И ты получишь Марк тогда получил сразу оружие Я написал заявление тоже Но потом она чуть оттянулась То есть был некий судебный процесс Не судебный процесс Где судья решил, что вы имеете право Нет, ничего Законно я смог получить Только когда я стал Представителем издания Смотрите, у вас сначала было оружие А потом вы смогли законно получить разрешение Я написал заявление Мне сначала его не сделали А потом полиция Правоохранительные органы Судя по всему, вам, как активисту Не дали разрешение на получение Я являюсь вашим коллегой Да, и вы стали Вот это мой любимый Наконец-то Вы стали журналистом, чтобы получить Да, представителем издания То есть вы, как журналист, не состоялись Однако просто что получить Ну, скорее всего, да Так я, к сожалению, такие эти вот Ну, я законно получил Действительно, там редактор подписал Знает меня, знает кто, что, чем я занимаюсь То есть это было Ну, это, к сожалению Ну, почему он может и мы и печатает что-то Хотя я сомневаюсь очень Ну, это правда распространенная практика Это единственный способ Правильно, да Есть такая возможность Единственное, сейчас у нас есть ГФ Самообороны Одессы Я являюсь руководителем этой организации И мы специально ее создали Потому что мы на единственный правильный способ Помогать полиции А мы действительно иногда патрулируем с полиции Вот был день города, мы тоже там патрулируем Вместо того, чтобы отдыхать То есть, по сути, полиция вас вооружила Без особых каких-то фонголочек На самом деле, это не так, честно говоря Дешево, не такое дешевое удовольствие То есть вы еще и деньги платили Дешево, нет Сколько заплатили? Я имею в виду, там пистолет стоит Тоже не так дешево А за разрешение соответственно? Нет, за разрешение Подари Это только то, что по государственным Там надо где-то 1200 гривен Что-то так Это все точно так оно и стоит То есть это Прямо сейчас давайте приснимем к нашей беседе Олега Хвачевского Гражданского активиста Добрый день Добрый день Ну, судя по всему, вы Были инициатором просьбы О предоставлении Упрощенной процедуры получения оружия Эта просьба была обращена К Дмитрию Головину Начальнику ГУНП в Одесской области Правильно мы понимаем? Все так? Да А с чем была связана Конкретно ваша просьба? Ну, с чем связано Во-первых, анализ Я поговорил с Андреем Вагаповым Который вот первый был Ну, не первый, но одной из жертв Так скажем Наш активист Он мне сказал, что ему бы очень пригодилось это оружие И возможно он бы Этого киллера бы задержал Который ему ноги прострелил Потом, если взять Григория Казьму Когда на них было покушение С Кусаконем Григорию тоже помог пистолет Потому что, когда вот эта вот машина на него ехала Как он рассказывал Увидел водителя у него в руках Травматическое Ну, оружие у него было травматическое Он выпрыгнул И стал бежать Гриша по нему стрелял, но не попал Вот я так помню рассказ Поэтому, конечно же, оружие Оно поможет людям активным На которых сейчас идет преследование Скажите, пожалуйста Мы сейчас рассматриваем В какой плоскости это Получение Упрощенная процедура получения Оружия активистам Которые находятся в зоне опасности Скажем так Вот как именно определять Кому конкретно выдавать разрешение на оружие А кому нет Ну, я так скажу Нас, на самом деле Немного здесь Мы со времен Майдана Друг друга Очень все хорошо знаем Так Поэтому, ну, я думаю И вы нас даже там знаете Поэтому, я думаю Мы списки подадим Если там у кого-то что-то нет А, прям вы готовы уже Выписать конкретных людей Которым необходима Вот такая самозащита Да, которые себя считают Которые считают себя В поле среднего Я понимаю, что здесь нужен анализ Но, тем не менее Вот на скидку Это сколько людей? Ну, вот у меня Например, там есть Список Сейчас Из 20 фамилий Из них такие вот Как Андрей Вагапов Такие, как Ирина Ангелова Которые Тоже там сжигали Этот вот Ресторан ее За патриотические там Позиции свои Вы согласны, что Вообще У одесских активистов Ну, если говорить в общем Вот одесские активисты То не совсем чистая репутация В общем Конкретно взять Каждого отдельно То, конечно Достойных людей много Которым хочется Пожать руку И сказать спасибо Но есть и активисты Которые недобросовестные Назовем это так Вот не будет ли Манипуляции Благодаря Упрощенной процедуре Не станут ли Этим злоупотреблять Вы этот вопрос Продумывали? Не боитесь? Ну, я Так скажу Я не могу Говорить за людей Кому-то Говорить, что он плохой Кому-то Что он хороший Это Я думаю На это есть Люди И Бог есть на это За себя могу сказать Что за меня Не может найти человек Сказать Что я у кого-то взял деньги За 4 года Или где-то Участвовал В каком-то движении Непорядочным Ну, за себя я спокоен Вот и все Да, но могут ли быть Спокойные одесситы И находиться В спокойной Моральной обстановке Понимая о том Что некоторые люди По-всякому Злоупотребляя Возможностями Будут получать оружие Я говорю О недобросовестных Людях Теперь более конкретный Вопрос Что касается Того Когда заработает Этот механизм Есть ли у вас Определенные Какие-то Сроки Или это уже Прям Нет Я вам так скажу Мы вообще договорились Что сегодня До 10 утра Мы еще Список Принесем там Свой Головину Ну Сегодня я думаю До 10 утра Мы просто не успели Потому что Ну Кто там У кого-то Может быть Кто-то хочет Защититься Но он еще Потом Теперь становится Понятно Уже Эта процедура Работает Осталось С вашей стороны Подать список Который Подпишет Дмитрий Головин Да Я вам еще Просто хочу сказать Чтобы вот Одесситы Как вы говорите Чтобы они не переживали Не переживали По поводу чего По поводу того Что Помимо активистов Оружие может получить Любой человек Просто Мы попросили Успоренную процедуру Для чего В связи Вот с такой вот ситуацией Которая сейчас возникла Услышали вас Спасибо большое Олег Хвачевский Гражданский активист Был на телефонной связи Вот Ну вот Олег говорит Что даже каждый Может получить Я например считаю Что вообще неправильно Суживать этот вопрос До активистов И я вообще против Травматического оружия Я сейчас объясню На самом деле Я просто давно Вот с 14 года Я очень плотно Как бы общаюсь С оружием И тренируюсь И знаю В чем опасность Травматического оружия У человека возникает Такое Знаете Как бы Эйфория Знаете Подозрение Что травматическое оружие На самом деле Не совсем убивает И его не страшно применить Вот что плохо Я бы например Разрешил Как в Америке Всем Кто хочет Приобретать Короткоствольно Нарезное оружие Все абсолютно Имеют право Защищать себя Мало того Я вам гарантию даю И опыт многих стран У которых есть такое Такое законодательно Закоплено В разы снизилось Уровень преступности У нас давно Лобби Одно за оружие Другое против Понятно Почему против Государство боится Вооруженных людей Которых умеет Себя Которых умеет На самом деле Недостаточно В Америке Миллионы Оружия Десятки миллионов На руках И ничего страшного Там не происходит Это самая Развивающаяся страна На сегодняшний день И самая Скажем Свободолюбивая Самая свободолюбивая Потому что Они научились Защищать себя Сразу с оружием Они пришли туда С оружием Поэтому Тут вопрос Конечно спорный Но я говорю В чем опасность Травматического оружия Дело в том Что Когда стреляет Человек с травматического оружия Он считает Что Не нанесет Серьезный вред А вред гораздо хуже Чем от обычной Пули Которая может пройти На вылет Роман Чернышев У нас на телефонной связи Пресс-секретарь Национального корпуса Роман Здравствуйте Витаю вас Ну вы как Относитесь К инициативе Упростить процедуры Получения оружия Вот конкретно Для активистов В связи с Участившимися Случаями нападения На активистов Так Ну мне известна тема Размовы На жаль Я не смогу Чути Дискуссию Яка была До включения И також не знаю Кто находится в студии Але С приводу Ну это не дуже Зручно для меня Зараз Але С приводу Виталий Будет спрощено Мне оно не потребно При этом Вы призываете Вооружаться Ну в таких Глобальных масштабах Прям всем Я маю на увазі Нормализувати Безиновые пули Они хранятся В гильзотеке То есть малейшее Применение Оружие Влечет за собой 263 статья От применения Этого оружия Но это на самом деле Опасно Поверьте у меня Был не один раз Случай Когда хотелось Когда Идиоты Наглые Пьяные Не один Человек пять Вели себе Это вот Достали Я знаю просто Что это не тот случай Это не угрожает моей жизни И я понимаю Что я буду отвечать По законам Если я достану пистолет И начну размахивать Перед кем-то пистолетом Рассказываю Призываю его Вести адекватно Не хамить И никого-то не бить Я понимаю Что этого делать нельзя То есть Должно быть обязательно Обучение И второе Человек должен понимать Какие последствия Будут после Применения Оружия Причем Кстати После применения Нарезного В смысле С резиновыми пулями Статья та же самая Что с огнестрельным Но вы помните Когда еще у нас было ГАИ Как люди получали права Ну по поводу обучения Кстати Согласен И так же само оно и будет Но он тогда будет отвечать Так же само Те кто получили права Некоторые сели в тюрьму За то что совершили Серьезные Правонарушения Повлекшие смерть людей Он должен понимать Что он применил оружие Он сядет в тюрьму Если оно не правомерное Тут целый ряд законов На самом деле Надо принять один закон Потом право применения оружия Должно быть Право на самозащиту Это все должно быть урегулировано Потому что просто так Как это сделали в Молдавии Не до конца дорегулировав Урегулировав все Там серьезные проблемы Давайте прямо сейчас Услышим нашего корреспондента У нас на телефонной связи Находится Ксения Атерзи Она находится на месте событий Где задержали правоохранители Тех людей Которые нападали на Олега Михайлика И сейчас расскажет нам подробности Ксюша тебе слово Ты в студии Как-то сработали Спасибо Никита Прямо сейчас я нахожусь В еврейской больнице Конкретно в хирургическом отделении Где находится якобы Один из нападавших На Олега Михайлика Стоит отметить Что это человек С первой группой инвалидности То есть самостоятельно передвигаться Он вообще никак не может Нам удалось пообщаться с его женой Она показала Это удостоверение инвалидности И в таком состоянии Ее муж находится Уже 4 года Он рассказал о том Что узнал Что он якобы покушался На Олега Михайлика Ему позвонили из магазина Его искала полиция Якобы их нашли по GPS трекерам Но по словам жены Именно в этот момент В это время Они проезжали по Успенской На машине он И еще 2 человека Все они Мне бы хотелось отметить Граждане Грузии На месте Также в еврейской больнице Находится консул Грузии Чтобы для выяснения Каких-либо Одному из якобы нападавших Стало плохо Так как Опять же По словам жены Его с 8 вечера И до 6 утра Держали в РУВД Вызывали 3 скорых И никакой помощи Им не смогли предоставить И сейчас Ему стало плохо С сердцем Это пока вся информация Которая у нас есть На данный момент Спасибо большое Ксюша Ксения Терзи Из еврейской больницы О подробностях Задержания Подозреваемых В деле О покушении На убийство Гражданского активиста Олега Михайлика Но часть Мы не услышали Не информации Которую передавала Ксения В первом Ближайшем выпуске новостей Вы узнаете Все подробно Да, Виталий Ну, правда Не очень понятная Пока информация Они по третий Взяли, посмотрели Кто был в это время По телефону Определили Но я думаю Что человек Который шел на такое дело Вряд ли взял бы с собой телефон Но это смешно В целом С чем связываете Конкретно нападение На Олега Михайлика Ну и правда Это становится Очень недоброй традицией Я вам скажу Я был реально шокирован От того Что напали Конкретно На Олега Михайлика Я знаю его как активиста Очень порядочный парень Который всегда отстаивал Принципиально отстаивал Свои позиции Не смотря Ну, у него был Такой принцип Он отстаивал Я не видел Чтобы он был замешан В каких-то Особых скандалах В каких-то Разборках С серьезными Строителями Не знаю Чтобы он кому-то Я не понимаю Просто в шоке Как оцениваете Хоть следствие Верите ли в то Что полиция Думаю, что Я почти уверен Что полиция найдет Не знаю Только будет ли это Действительно Чтобы не нашли Козлов отпущения Но они работают На самом деле Работают сейчас Когда вот такие Серьезные вещи Они кидают все силы Учитывая на сегодняшний день Технические возможности В принципе Я думаю, что найдут Спасибо вам большое Виталий Кожухар Активист самообороны Одессы На новости прерываемся С которыми вас ознакомит Алла Есина И продолжим Дождитесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова